Да разве вас в школе так учат? Тядь, а нас этого не учат! Их не учат это, где опростать это? Не учат. А Библия учит. Вот мы работаем там. И один из наших, деревенский, я скажу, кто работал с нами, Исааки, вдруг ни слова не говоря, он как отец молчил, поднялся, перешагнул все и пошел ко второму мостику. Идет дорога, и она с огнем его ассамблейкой. Я Ване говорю, это он пошел в туалет. Иначе зачем бы он обращался? Он смотрит, видим мы его или не видим. А там траншейки идут, которые бульдозер выбирал. Ушел, долго нету. Работа закончена. Он вернулся. Ты зачем ходил? Ваня, что он сказал? Смотрел второй мостик, на сколько там уровень поднялся. Понятно. Ну ты мог сказать, что ты пошел туда-то. А у него, ты сказали, работа окончена. А ты в другую сторону пошел, там могут быть люди чужие. Мы не знаем, что с тобой. Я вот пошел тоже посмотреть. Ребятам должен сказать. Я пошел туда, если у меня в течение часа не будет, уже ищите. А мой путь так, я буду идти точно по берегу. Дойду, где у нас там траншея, зимой копали где, и оттуда уже видно вам будет, я иду. Где меня искать? Я в магазин пошел. Я в магазин не хожу. Ну, пенсию получать на столе записка. Я там-то, там-то ушел. Такой-то день, такой-то час. А меня нету. По крайней мере, знаю, куда я ушел. Один приезжает ко мне баптист. А какой грубый, прямо грубый баптист Саша Шелковников. У него растут, кажется, 4 сына. Вот у меня проповедники будут. Проповедники настоящие, как я, в кресте. Ну, вообще, хорошие слова. Приезжает на... Я говорю, Саша, им надо самому быть. Ты примерно какой показываешь, там и выпиваешь, там и ругаешься. Он здоровый, сильный такой. Приехал, и мне говорят, в люльку, садись, я тебя завезу до остановки. Я говорю, зачем? Я пойду пешком. Хип-то, ну-ка-то такой. Я хотел сейчас разогнать себя в столб, как ударить, хожу. А в столб люльку. Я бы залез тебе в люльке, ноги связаны, не выпрыгнули, не ощущал ради ее полезу. Но у него сын подрастает. Проповедником не стал. Стал блудником. И приводит какую-то женщину. А он на пути стал. Ты мне тут приводишь? Он, недолго говоря, выхватил нож, когда отца сразу завезу? Вот он, проповедник, значит. Отца теперь нету. А до этого спрашивал, я говорю, а как? А жену звать Ева? Да она пошла по чужим мужикам, скурвила к бабам. Да как же так? Тебя, мужа, у которой дети здесь, и она бросила, пошла куда-то считать. Ну, не твоя имена. Вот он сидит у баптиста. Встал. Я хочу стихотворение рассказать. Какое там оно? Кто-то где-то взял, а может сам что-то написал. Но ему не дали там, присвитил где-то. Он ни слова не говоря, идет к присвитилу, присвитил, за священник, и что он покоит, как дал ему, при всем народе. А у присвитера здоровая сыновья тут сидят, как все на него бросились, а собрание еще идет. Там такая куча, вот такая набросит. Ну, как Жириновский, вот так он делает. Это человек, которому Бог давал свободу. Я называю фамилию, все, и... И куда он пошел? Для покаяния Бог не дал бы ни одной минуты. Ясное дело, что убийца, он пошел минимум 10-15 лет. Это сына убийца, навсегда. Женщина никаких теперь не увидит там. А из-за чего нет молитвы? У него молитвы никогда не было. Он жил где-то на территории завода, я посещал его несколько раз. Пытался что-то сказать, он ничего не понимал. Баркиз? Иконы пулел. А если бы прислушался, вот этого бы не было. Дети-то нормально были, можно было занимать. Ну, как нормально это есть. И без ноги. Здоровые все. Дома можно было научить всякой специальности. Если ты мастер, то я рассказываю девочке все равно. Это мальчика спросил, я говорю, ну, кто, кем они? Я космонавтом хочу быть, а ты кем? Я буду летчиком. А один говорит, а я буду автомехаником. Автомехаником. Вот почему у меня папа ремонтирует машины, я говорю, много знаю. А одна девочка говорит, а я буду ветеринаром. Кто это сказал? Генапа. Генапа, сестра. Понимаешь? Я говорю, вам надо вместе быть, у вас дети всегда будут сыпи. Надо такие специальности приобретать, чтобы ты ее в огороде знала, за скотиной ухаживать, чтобы у тебя все горело. Вот наша мать, она ни одного класса не окончилась в том месте. Чего не возьми, она все знала. Откуда знала? Опыт. Они смотрели, как делать. Она пещу ложила, она пасечник прекрасный, на колхозной паблике, в пасеке работала. Своих 25 колодок, колодок называется, семья, ребятишек 10, муж инвалид без руки. И она все управлялась и знала. Колок, скотина. Самую большую скорь матери из 10 лет доставил я. Матери. Когда меня арестовали еще раз в армии, в город Хабаровск, воене господи, в 1131. И она одна, неграмотно, туда прилетела, приехала. А когда я обратился к Волгу, в Латвии, она в Латвии опять все оставила, опять ко мне прилетела, чтобы я никуда не уклонился. Вот эта мать меня оставила на память. Она так заботилась, чтобы душа ребенка была спасенная. Я все говорю. У меня теща была, Надежда Васильевна, мать, Агриппина Евсеевна. Название Агриппина Евсеевна. Не Наталья. А сегодня в собаку-палку бросили, говорит, Наташу попадешь. Ну, называют это по природе. Наташа, три тройки, трое соскочили. Трое сразу. Да вот маленьким это. Вот половина детского садика. Как у мусульман Айша. А тебя как? Айша. А тебя Айша. Айта Айша. Как будто одна кша. Вот что не будет. Даже в этом вопросе надо смотреть не самохотение. Вот у меня три дяди, по матери на линии, Макари, Киларет, Мануин. В школе ни одного не найдешь. А по отцу, Степан, Амос, Наум. Два воина пороков. Что за Игорь? Клевши. Я за всю жизнь никому не обратился, чтобы сказать Игнатью. Я даже не знаю, как он мне его назвал. Я бы как-то его назвал по фамилии. Один мне звонит, я когда был радио программы, и говорит, а у вас в отчестве, Игнатий Тихович, ты знаете, карту и тищу, кучи. А я как-то 30 лет проработал на радио. Понимаешь, мы должны не говорить, вот смотри, Енна, не прости, не прости, Левия, Леолида, Агния еще можно встретить где-то. Имена так, Караса вообще редко встретишь. А что это? Володя, Игорь, Сережа, особенно Сережа, Селятина одна. Ну куда это посмотришь? Сергей, Сергей, Сергей Айшавич. Вот у вас будут когда-то, может, знакомые, дети, вы себя подсказываете. Смотрите по календарю, по-церковному. Вот есть Аристат, нет Аристат. А мусульманин, еще и не Зайдматов, в романе Плаха выводят главным героем, как он семинарист, кажется, был Аристат. Интересно, литературу, когда-то мне убрали интервью и говорят, а почему вы мусульманина, а героем вы сделали христианина. Он говорит, Магомед много сделал для своего народа, но ужас, до грехи людей только Христос. Пускай на Тарасе сядет. Какой-то леволодец. Ладно. Медведь сделал комара, как булыжники. Ну что, давайте за справа выкручим. Боже, слава тебе. Поздай милостивен всем заботящимся на путешествующем в Божественной и устрои мир в сердцах наших и с окружающими. И бехала слава, счастье, поклонения отец, сына, святой дух. Аминь. Спаси Христос, что урок начинается. У меня плечо болит на слухе. Вчера мы ведро таскали тяжелое с водой, нам все время говорило. Я не знал про это. С водой с осталось. Ну вы вдвоем уже таскали такую ведерочку. Нет, еще таскало. Я ничего не знаю про это. Когда мы мыли, когда мы... Ну, половина вылила в ведро, там вдвоем, ведерка, я никогда не говорил в ведро. Пол ведерочка вдвоем они носили. Вдвоем, вот видишь, Еще от этого заболеть не может. Мелкая, маленькая ведерочка пополам, вдвоем еще лисит. оно же маленькое. Еще может лежала на одном, спала бывает, придавила. Там 7 литров. Беды нет. Тебе никто не ударил, нигде? Сама не падала? Ничего и нету. Причины нет никаких. . Игорь Канера лисит. Игорь Кан �cesом Игорь Кан. Игорь Кан. Сегодня мы сделали Печатку shot. Надежда. Игорь Канф